Добрый день! С вами Ирина Багнюк и канал Усадьба Багиры. Сегодня мы продолжаем работу с нашими четырьмя не очень подходящими кленами для бонсай. Я говорила, что я буду пересаживать некоторые из них еще летом и возможно что-то из пересадки покажу. Но при том, сколько тут будет обрезки, если мы еще добавим пересадку, это будет очень длинное видео. Поэтому пересадку я делать не буду. Я в прошлый раз показала пересадку вот этого вот клена. По сути у них у всех сейчас в одинаковом состоянии корневая, поэтому мы не будем делать пересадку на видео. А вот с обрезкой да, потому что посмотрите, тут целый лес, поэтому может быть не все хорошо видно. Сейчас я поверну, чтобы они меньше в кадр соседние попадали. Вот как он вырос. Мы начнем вот с этого. Вот такой, такой. Прекрасно, замечательно. У него очень большие вот эти вот две ветви. Я подождала довольно долго. Сейчас середина лета, даже уже начало второй половины. То есть пока они росли, пока они утолщались, вот они утолщали нам то, что ниже. То есть вот у этой ветви это хорошо, потому что она утолщает, не знаю, насколько видно за листьями, она утолщает ту ветвь, что нам нужно. Во-первых, к тому же она нижняя, плюс утолщается весь вот этот ствол. И вот эта ветвь, вот эта большая, центральная, тоже хорошо, хорошо. Оно тоже поработало на утолщение ствола. Камера это не видно, но глазами видно, что там появляются такие полосочки. То есть дерево чуть-чуть, чуть-чуть увеличивается в толщине. Вот именно здесь. Значит, они хорошо поработали. И можно было бы их оставить еще дольше, чтобы они еще больше нам на это поработали, еще больше разогнали нам ствол. Но что бы у нас тогда получилось? У нас очень сильно, то есть они забирают все, это видно по размеру листьев, по свежий вообще прирост, буквально пару недель, по междоузлиям между листьями, что они огромные и сильные. И они очень сильно все забирают и ослабляют тем самым вот этих вот, которые нам нужны. С одной стороны, хорошо, что эти у нас растут медленно. У них маленькие междоузлия. Вот и здесь тоже это видно. Мы это все потом увидим. Но с другой стороны, они настолько сильно все забирают, что тут у нас развития почти нет. Поэтому сейчас мы проведем эту кардинальную обрезку. И вот эти вот будут иметь возможность во второй половине лета, когда будет очередная волна роста. Она не такая сильная, как весенняя. То есть они не будут выгонять такие длинные междоузлия, как вот эти вот, весеннюю волну роста в первую. И мы сможем их подкорректировать. Они будут у нас расти, и будут ветвиться и работать. Значит, так, как бы так, чтобы вам было видно. Значит, мы изначально, вот так, наверное, сейчас я это раздвину. Мы изначально хотели оставить, буду показывать пальцем, тут иначе не получится, оставить вот это вершиной. Вот мы ее так и загнули. Она тут хорошо заросла. И где-то здесь будет новая. Переводится тут на новую почку, и будет эта вершина. Я все это посмотрела. Она очень... Сейчас еще раздвину. Она тут толстая. Ниже предыдущая еще толще. И вот это вот почти той же толщины, что здесь ствол. То есть нет никакого смысла это оставлять. Поэтому мы ее будем удалять всю. Вот эту вот. Вершиной у нас будет вот эта вот малюсенькая. Вот я ее сейчас трогаю. Также, так как это малюсенькая, ниже вот этой ветви, вот этой, и вот тут еще сзади такая же, то мы и их тоже удалим. Почему мы не удалим вот только одну вот эту сильную, а не переведем на вот это, или вот это. Я не знаю, с какой стороны вам лучше показать. То есть вот они две в стороны идут. По одной простой причине. Они, во-первых, тоже довольно уже толстенькие. Мы не получим, так как это вершина, они опять же будут сильно увеличиваться. Мы не получим большой разницы. Это во-первых. А во-вторых, они немножко идут в стороны. Сюда и сюда. А эта малюсенькая идет вот прямо, прямо по центру. И сюда чуть смещена. То есть лучше просто по внешнему виду. Так, сейчас я это удалю. Вам будет хоть что-то лучше видно. Так, на всякий случай, когда вот такие глобальные, можно делать это в несколько этапов. Я удалю сначала вот эту вот, самую большую, сильную. Буду сразу. Оставила вот эти две, чтобы теперь не видя той большой, мы на них посмотрим. Вдруг все-таки мы увидим что-то, что нас подвигнет оставить вершиной. Или эту боковую, или эту. Так. Сейчас я на это посмотрю. Ну вот, чтобы вам было понятно, из чего я исхожу. То есть вот эту мы не оставим по той причине, что вот смотрите, я пока так и не определилась, где у него спина, где лицо. У него и тут хорошо, и тут хорошо. Вот. Но, так, вот. Вот если это не важно, лицо или спина, вот я сейчас буду потихоньку поворачивать. смотрите на то, как направлен ствол. Вот, по-моему, в этом положении видно, что сам ствол основной уходит немножечко сюда. Поэтому, если мы возьмем вот эту вершину, она еще уходит сюда. Как бы мы... Сейчас вот так вот. Как бы мы ее вот так не поднимали, это будет не очень хорошо. Оно все уходит. Сейчас я сама тоже гляну, что я не ошиблась. Да. Поэтому мы эту точно убираем. Вот так. И смотрим... Смотрим на вот эту теперь. То есть вот если исходить из того, что я сейчас говорила, что уходит в сторону, весь ствол у нас немножечко уходит сюда, а эта вершинка у нас как бы возвращает. То есть возможно это будет хорошо. Поэтому сейчас я вот с этой мы поработаем удалю, так как она и вам мешает смотреть, и мне тоже. Значит, с этой все просто. Она у нас... Вот она большая, толстая. Она нам не нужна в любом случае. Мы ее удаляем. Единственное, что мы смотрим, у нас под ней, вот тут малюсенькая точка роста есть. Поэтому... И вот здесь тоже их плохо видно. Поэтому мы удалим вот так с пенечком. И вот из этих точек роста что-то будет расти. Если оно нужно, подрастет. А мы потом удалим уже этот пенечек. Так. Сейчас. Вот так вот. Так. Вот. На пенек не обращаем внимания. Вот эта ветвь у нас будет. Сейчас не будем ее пригибать. Но как окрепнет, мы ее слегка, слегка пригнем. Так. И вот эту мы сразу... Вот она вертикально вверх. Мы ее удалим. Вот так. Паучки у нас тут. Так. И вот эта тоже окрепнет. Пойдет сюда вот так в сторону. И здесь у нас прям вон огромное количество почек. Сейчас пойдут новые веточки. И теперь мы сможем посмотреть, собственно, вот уже с вершиной определиться. Так. 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 Но все-таки мне больше нравится... Вот вам тут будет хорошо видно. Больше нравится вот эта маленькая, потому что если вот это, мы тут, конечно, пенек срежем, но все равно у нас вон какая сильная толщина. Здесь она меньше. Это не очень хорошо. Поэтому удаляем. Сейчас тут надо будет их тоже так постепенно. Я удалю тут зачаточные почки есть. Поэтому я удалю вот так вот, чтобы их убрать. Вот. А сам этот весь пенек, скорее всего, еще какое-то время останется. Так. Вот. Вот так. Этого будет на данный момент достаточно, чтобы нам просто не повредить... Вот. Не повредить то, что нам нужно. Нам эта почка очень нужна. Поэтому как только она разовьется, мы вот тут вот просто так наискосок аккуратно срежем. И это будет хорошо. Так. С этой мы поработали. Тут пенек тоже пока остается, чтобы допросыпались и прямо начали расти почки, что там есть. И идем сюда. Идем сюда. Здесь у нас хорошая такая веточка. Такая вот она. Замечательная. У нее надо будет вот эту вот так слегка. Слегка ее вывернуть, чтобы она у нас начала хорошо расти. Так ее слегка проволокой изогнуть. Вот так сейчас. А вот здесь небольшая. Мы это повернем. Тут есть на стволе еще почечки, поэтому аккуратно стараемся их не зацепить. Так, нам надо вот эту вывернуть. Поэтому мы сюда заходим. Вот у основания опять же почки. Не все они нам нужны, конечно, будут. Но стараемся все равно их не цеплять. Вот проволока. Немножечко. Это сейчас все будет изогнуто сюда. Вот. Вот таким образом. Листья уберу. Вот она уже смотрит вниз хорошо. У нее вот тут вверх вертикально почка смотрит. Мы ее точно удаляем. Так. Вот здесь у нас вот это возможно еще можно будет изогнуть сюда в сторону. А вот это будет прямо вертикально. Мы ее сразу удалим. Чтобы они у нас тут сейчас не конкурировали с нашей вершиной. Поэтому мы тут стараемся все убрать лишнее. И у нас вот тут вот три сразу. Это через чур. Поэтому мы среднюю, наверное, удалим. Да. Она будет убрана. Так. Таким образом проредим. И когда вот это окрепнет, не сейчас, сейчас она слабенькая, мы ее так же, как предыдущую, сейчас выгибали, вот так выгнем в сторону. Итого у нас будет сюда. Сюда. А это тут. И будет хорошая тут лапка. Так. Все. Тут буквально у нас вот две пары листьев и почка. И тут то же самое. Две пары листьев и почка. И тут тоже. Ничего обрезать не будем. Здесь то же самое у нас. Две пары листьев и почка. И тут так же. Поэтому особо конкурентов в нашей вершине сейчас не будет. И мы вот так оставим. Все. Это дерево я в ближайшие дни пересажу. Просто в плошечку побольше. Во-первых, пошире. Чтобы у нас корневая была. Росла чуть-чуть еще и в стороны. И еще потому, что она тут очень давно. И уже очень сложно проливать. Поэтому грунт такой плотный стал. Корней много выросло. Судя по нашей листве. Понятно, что их там много. Так что это будет пересаживаться. Но тут надо будет долго их все расчищать. Поэтому это никак не для видео. Вариант. Так. Так как другие у нас были в видео пересадке. То мы будем не всех их показывать. Так. Вот у нас наш. Вот он. Вот он наш клен астролистный. Тот клен, который проще всего найти большинству людей. Кто начинает заниматься бонсай. Он растет очень во многих регионах. Вот у нас лицо его. Тоже все прекрасно выросли. Огромные ветви. И в то же время хорошая ветвь сюда в сторону. Так что сейчас мы вот эти большие. Тоже очень сложно вам будет это все показать. Объяснить. Но примерно та же суть, что и в предыдущем. То есть у нас есть ствол. Есть его толщина. Есть толщина у веток выше. Она вот тут стремится быть одинаковой. Огромная толстая ветвь, которая хорошо нам сейчас поработала на утолщение ствола. И всего и корневой хорошо. И вот эти вот наши идут в стороны. Поэтому мы ее удаляем. Выбрав вот из всего вот этого многообразия. Вот их сколько. Выбираем то, что нам больше всего подходит для вершины. Сейчас я обрежу. И вам будет лучше видно. Потому что тут все очень-очень крупное, большое. Вот. О, какой толстый, огромный. Так. Срежем то, что тут опорщилось. Вот. То есть мы убрали то, что нам точно не нужно. Вот эта ветвь у нас будет сюда в сторону. Так, это спина сейчас. Какие-то жучки у нас тут с улицы все занесли. Они все теперь тут бегают. Значит, эта ветвь будет замечательна. Вот сейчас лицо видите. Сюда в сторону нам была нужна ветвь. Мы ее немножечко изогнем сегодня. И пусть растет. И вот из этих двух выбираем, кто будет вершина. Ну, тут, естественно, вот эта. Она более тонкая, чем предыдущая. Это очень важно. И у нее направление лучше идет. Поэтому тут мы удаляем. Так. Все. И идем вот к этой нашей теперь. Мы ее видим. Хорошая. Уже мелкий лист. Посмотрите, какая прелесть. Какие они меленькие. Даже те, которые крупнее, это все равно гораздо лучше. Тут смотрим. У нас есть веточки, которые смотрят вертикально вверх. Выросли. Мы их удаляем. Они нам не нужны. Так. Вот здесь тоже. Ее можно было бы пригнуть, если бы она была сильно-сильно нужна. Но она тут как-то... Сейчас посмотрим, под ней сухое. Нет, мы ее удалим. Сейчас я подниму. Мы ее удалим. Даже если бы она была нам сильно нужна, тут получается вот это вот не совсем коленце, но все-таки изгибы она тут изнутри. Так что мы ее уберем. Если мы ее пригибаем, не очень красиво. Так что смотрим сразу на все вот эти нюансы. Так. Ну и вот у нас тут вот так вот. У нас вполне неплохо. Она разведена. Вот эта только чуть-чуть в сторону идет. Мы ее изогнем сюда. Так вот. И пускай они растут. С нашей погодой сейчас вот такие крученные листья. Потому что у нас холодно. У нас пол-июля прошло и жутко холодно. То дожди, то 22, то 19 это. И собственно все естественно реагируют. У них вот такие листики. Потому что та вершина громадная еще все забирала. Им доставалось меньше. Плюс солнца нет. Это тоже, в общем, это все влияет. Это не страшно на самом деле. Если вам очень мешает, очень не нравится такой подсохший лист. Когда-то видно было, немножко может жарко. Можно его удалить, оставив маленький пенечек. Вот. Кусочек черешка. Все. Убрали. Они вам не мешают. Так. Эту мы сейчас изогнем немного. Посмотрим. Может быть есть проволока. Нет, маленькая проволока. Так. Крепимся, как обычно, на стволе. Причем крепимся хорошо, так как она довольно сильная. В данном случае удобнее завести снизу. Хоть она и вниз у нас будет направляться. Но сверху будет неудобно из-за этого среза. Тем более он сейчас еще пока не обработанный. Это будет не очень хорошо. И мы ее немножко вниз. И сейчас лицо немножечко изогнем. Вот так вот мы ее изогнем чуть-чуть в лицо туда. И вот эту часть уже все-таки срежем, чтобы она ветвилась у нас. Во-первых, чтобы ветвилась. Во-вторых, она у нас растет практически из того же места, что и наша вершина. Чтобы они не конкурировали между собой. Так. Вот тут тоже самые большие можно так убрать. Будет лучше видно маленьким свет. Теперь он увидит свет и будет ему хорошо, гораздо лучше. Вот. Все. Срез аккуратненько обрабатывается. И вот эта. Чуть-чуть она окрепнет. Я потом ее сама, наверное, это мою между видео. Я ее слегка проволокой так приподниму. Или, может быть, посмотрим, как она сейчас пока окрепнет, будет расти. Возможно, у нее вот здесь будет почка. И мы на нее сразу переведем. То есть это будет обрезано вверх. А вот тут. Тогда не надо будет ее изгибать. Тогда у нас просто вот так почка пойдет. Это будет лучше даже. Все. С этим все. Следующий. Опа. Так. Следующий. Ой. Ну, на данный момент он самый симпатичный. Самый такой. Хоть и оброс. Сейчас уберу лишнее. Это они мешают. Он хоть и оброс очень сильно, но выглядит, выглядит самым таким, как бы сформированным. Ничего у него не переросло так сильно, несмотря на вот эти вот длинные несколько ветвей, которые, конечно, выросли. Но мы их будем сокращать, но не будет такой кардинальной обрезки. Значит, что у нас тут происходит? Мы сейчас снизу сразу низ обсудим. Так. Вот так вам даже лучше будет видно. Вот. Тут у нас ветвь замечательная. Здесь ветвь послабее. Мы эту ветвь совсем не трогаем слабую. Пускай она растет. Ничего не обрезаем, не прищипываем. У этой ветви я заранее специально тут проволоку намотала. Вот она вот так вот не очень хорошо. Мы ее чуть-чуть изогнем. Сейчас было более симпатично. Чтобы они не смыкались две вместе. И, возможно, вот эту вот, все-таки мы, чтобы тут что-то у нас пробудилось, вот эту сильную часть обрежем, оставив вот маленькую. И, возможно, у нас, я не знаю, насколько это видно за всей этой листвой, возможно, тут что-то пробудится. Все. А эти две остаются. Так. И идем наверх. Значит, что мы тут делаем? Ой, с чего тут начать? Так. Ну, если есть какие-то, вот точно вы видите, из коленца растут. Вот так вот. Расслабы там нет ничего. Ну, может быть. Или сильно вертикально растет, или сильно вверх или вниз, то их удаляете, а потом начинаете рассматривать уже все остальное. Чтобы вам было проще. Ну, тут сейчас ничего такого нет, поэтому начнем вот со всей этой. Наверное, будем даже, возможно, не по одной ветви, а так. Значит, вот у нас ветвь. Вот она сильная, идет, идет. И у нее вот это вот выросло. Прекрасно, замечательно. Она выросла. Тут утолщилась. Ствол у нас прекрасно утолщился по сравнению с предыдущими видео. Но уже пришло время вот это длинное удалять и поддерживать вот то, что у нас внутри маленькие. Вот эти, чтобы они у нас хорошо-хорошо росли. Поэтому смотрим, удаляем ли мы ее совсем или оставляем у нее какой-нибудь пенечек для новой почки. Можно пока оставить с пенечками маленькими, там буквально с двух сторон почечки. А потом, когда уже будет все готово, вернуться к этому и посмотреть. Потом у нас идет... Глаза лезут. Потом у нас идет вот так вот. Вот пересекает сюда у нас пол дерева. Естественно, тоже удаляется. Тоже выбираем почечку, которая нам нужна. Или удаляем ее совсем. Она довольно сильная, мы ее удалим. Так. И остаются вот они. Мы их всех немножечко сокращаем. Причем вот, как вот в этом случае. Вот есть много маленьких. Вот мы их оставим. А эту удалим, наверное, совсем вот так. Из серединки. Так. Все. Переводим на мелкое ветвление. Вот это у нас тоже. Она, во-первых, идет вот сюда в бок. Вот она. А тут у нас маленькие, хорошие. Поэтому мы это удаляем тоже. Потому что на концах ветвей они очень сильные. И сильно идут, растут вот так вот в стороны. Все. И все, что осталось из маленьких, немножечко, если надо, мы их сокращаем буквально на одно ветвление. Так. На этой ветве у нас еще, не знаю, как показать. Вот она. Вот на ней еще маленькая такая, хорошо растет. У нее выбираем вот. Есть такое. Тоже в стороны вот так убираем. А эти пусть растут. И подобным образом обращаемся сейчас со всеми ветвями. Так. Вот тут вот это наше. Вот. Тоже удаляется. Находим что-то маленькое. Вот есть малюсенькое у нее. Переводим на маленькое. Вот это, возможно, будет сокращено. И таким образом. Таким образом они у нас будут. Так. Вот тут это сделаем спинечком. Потом будет видно. Возможно, нам будет нужна там почка. Верхушки длинные сокращаем. Так. Если опять идет вот как-то так через пол дерева, это убираем полностью. У нас тут много хороших веточек нужных, поэтому это не страшно. Так. Вот опять длинненькие мы их сократим. Так. Вот здесь прекрасная ветвь, хорошо разветвленная. Просто все все вот так сократим. Так. Пришли к следующей. То же самое. Вот это вот длинное, толстенькое. Удалим. Остальные все причешем. Так. Так. Так, и здесь также. Ну вот. Вот. То есть мы удалили сейчас самые длинные, самые толстые. Когда идут вертикально вверх и сильно нам нужно ветвление, а не длинные идут, мы их тоже сокращаем. Вот их теперь видно. Такие. У нас прекрасно растут вот внутри. Одна веточка хорошая. Вот хорошая. Вот здесь. Вот она тоже. Раньше было пусто. Кузнечик пришел. Весь животный мир пришел в дом с улицы. Так. Вот тут тоже сократим, чтобы они ветвились. Вот так. Вот эту очень хочется вот тут сократить. Вот так. Но уж сильно она слабенькая пока что. Поэтому, наверное, мы ее оставим. Хотя у нее много уже тут в стороны, что все-таки вот так сократим. Вот кузнечик наш ходит. Ну или кто он правильно зовется. Не знаю. Вот. Вот такое у нас деревце. Так. Так, кузнечик, ты уже мешаешь. Это деревце тоже будет пересажено. Причем, скорее всего, оно будет пересажено вот в эту плошку. Ну, она чуть-чуть больше. Мне кажется, что будет подходить по высоте. Потому что там тут корневая... Хотелось бы ей еще высоту. Хотя, может быть, что-то подберу. Если подберу что-то пошире и хорошей высоты. Не хотелось бы ему высоту сокращать. Мне кажется, что вот этот вид лучше, чтобы был в какой-то повыше, а не плоской. Так что будет пересаживаться, возможно, вот в ту зелененькую. Ну, или во что-то другое. Вот так выглядит. Все, отправляется обратно. Чувствует он себя очень хорошо. У него нет практически подсохших. Вот. Очень-очень хорошо. Хорошо выглядит и при этом хорошо утолщается и подрастает. Так. И последний. Ой, самый сложный будет сегодня в работе. Потому что, ну, во-первых, тут не видно даже мне ничего. Вот. Не говоря о том, чтобы вам это объяснить, показать. Вот. Он оброс очень сильно. Вот. Я его... Почему я не сделала раньше видео? Я очень хотела, тут у нас внизу, вот у нас внизу, вот это вот все, вот это, вот, вот, вот это все. Это все жертвенные ветви, которые мы оставляли в прошлый раз. Хотелось, чтобы они поработали на утолщение все-таки. Вот. Но они очень сильно, как бы, во-первых, им надо вырасти, чтобы они поработали. И очень сильно все это загущает. Это плохо видно все остальное. И пока вот, как бы, они росли, у нас выросла. Вот эту мы хотели в прошлый раз сделать вершиной. Я даже, когда ее изгибала, боялась, что она сломалась. Но она не сломалась. Вот она какая выросла. Будет сегодня удаляться, потому что она очень толстая, нехорошая. Вот эти ветви прекрасно. Это на нижних боковых ветвях какие-то части выросли. Очень длинные. Вот одна. Вторая. Это тоже, ну, не самая нижняя, но на боковой ветви. То есть, они тем самым утолщили эти боковые ветви, поработали на утолщение ствола. Но мы сегодня будем здесь кардинально резать. Значит, с чего начнем? Начнем мы с нижних жертвенных ветвей. Во-первых, чтобы нам поработать с вершины, понять, какую ветвь тут оставить, какую удалить, нам надо все-таки видеть ствол, хоть как-то его основание. Поэтому вот из этих жертвенных мы сейчас точно удаляем. Показать это вряд ли получится. В общем, есть толстые. Это нет, это не жертвенные. Есть вот толстые хорошие такие. С них будет толк. Если их, например, оставить, то они еще утолщаются, они растут хорошо, с них будет толк. Но есть очень много малюсеньких, тоненьких. Не знаю, насколько это видно. Я их когда буду вырезать, вы их увидите. Маленькие и тоненькие, которым надо, извиняюсь, очень долго еще расти, чтобы от них был толк, как от жертвенных. Поэтому вот эти маленькие и тоненькие мы удаляем точно. Сейчас я их повырезаю, вам их покажу, вы поймете, о чем речь. Вот они, вот такие малюсенькие. То есть ей очень долго надо расти, чтобы она стала вот такой толстой, чтобы она помогла нашему стволу. Чтобы она стала такой толстой, ей надо вырастить такую длину. В общем, это очень надолго. А мне его пересаживать надо, к тому же, потому что у него грунт очень-очень сильно уже там такой спрессованный. Вот опять же, чуть толще, но и длиннее, но все равно бессмысленно. Так что такие мы удаляем. Сейчас следующее. Вот, то есть, ну вот, вот, совсем ни о чем. Так. И, собственно, у нас осталось три веточки. Одна. Ну, их бы хотелось, конечно, все вроде бы оставить. Но они будут нам сильно все закрывать. Поэтому удалим мы их все. Вот. Вот это вот самое толстое. Так. И потом вот тут внизу. Сейчас я их обрежу. Вам покажу. Вот. Вот две. Так. Тупенечек остался. Все. Вот. Сейчас подниму. Вот у нас такое основание. Теперь мы хоть что-то там видим. И можем судить по тому, какой у нас деревце. У нас вот ветвь. И под ней там малюсенькая растет. Тоже удаляем. Абсолютно она там не нужна. Так. Теперь идем. Вот эти вот. Поработаем с боковыми. Потому что на них много вертикально растущих вверх. Которые нам опять же тут все закрывают. И нам ничего не видно. Поэтому вот мы начинаем с этой. Убираем то, что вертикально вверх растет. Оно еще обычно более сильное. Чем то, что нам нужно в бока. То, что нам нужно в бока. Она сильная. Это боковая ветвь. Мы их сокращаем. Пусть ветвятся. Вот так. В ситуации, если у нас есть вот маленькая. Вот малюсенькая. Вот она хорошая. А вот эта вот рядом совсем, но больше вверх. То есть мы или эту будем изгибать, или той воспользуемся. Удаляем вот такую сильную. И сразу же переводим на более тонкую. Ее не надо будет изгибать. Она растет в том направлении, что нам нужно. Вот. Посмотрите. И она гораздо лучше. И вот эту вот. Вот это вот тоже мы удалим. Так. То есть вот мы ее довольно сильно проредили нашу веточку. Что-то оставили. Вот это скорее всего тоже потом возможно будет удаляться. Когда здесь будут более мелкие, более тоненькие и лучшее ветвление. И идем у этой ветви. Идем еще в ее основание. Вот здесь нам точно не нужны ветви. Вот тут вот. Прям близко-близко к стволу. Так что мы их уберем. Те, что вертикально еще вверх идут. Тем более. Так. И вот еще вверх. Все. Так. Как бы так, чтобы что-то было видно. Ну, идем тогда вот к этой ветви. Тут тоже вот она громадная, сильная выросла. Вот. Стараемся от всего этого избавиться, переведя на что-то более тонкое. Их тут много. Клен полевой очень хорошо ветвится. Поэтому это мы все спокойно можем заменить. Так. Так. Плохо видно. Так. Длинный убираем. Вверх убираем. Назад, когда возвращаются, смотрят туда-назад в дерево, тоже убираем. Так. И тут у нас... Тут у нас вот такой вот толстенький. Сюда еще потом идет. А вот у нас новенькая растет. Поэтому вот это мы все удалим. Будем растить здесь хорошие веточки. Тоненькие. Вот эту пока оставим. Потом ее направим сюда, в сторону. И они будут хорошо. Но сократим ее, так как она очень сильная. Так. И тут опять вот что-то вверх идет. Ага. Эту можно будет... Эту оставим. Ой, господи, все плохо видно так. Это вверх идет, но мы ее вот так сможем пригнуть. А вот внизу, то, что вниз идет, удалим. Так. Примерно так пока. Тут есть еще вот толстенькая. Возможно, мы от нее потом так же уйдем, как сейчас здесь сделали. Так же переведем на что-то более тонкое. Так. Идем теперь вот к этой нижней ветви. Вот она у нас тоже огромная, мохнатая. Сейчас начинаем с этих длинных выросших. Удаляем. Какие-то сокращаем. Так. Тут очень сложно показать, потому что даже мне плохо видно. Из-за верхней ветви, которая у нас сейчас, по сути, лежит на ней. Так. Что-то мы немножко... Вот тут будет потом выбираться. Сейчас это не видно. В общем, тут или вот эта толстая будет ветвиться, или вот эта. То есть что-то из них будет оставлено, а что-то убрано. Или вот тут, так как они сейчас все тут между собой спорят. Так. И пришли мы наверх. Сейчас я это уберу. Посмотрю, что я хотела с вершиной сделать. Потому что когда сейчас в другом виде его вижу, то возможно что-то будет чуть-чуть иначе. Так. Вот на этой мы сейчас удалим вот эти длинные. Чтоб они нам не мешали. Так. Эти пока сократим. Потом будет видно, будут удаляться или нет. Так. Все. Так. Вот наше лицо. Сейчас я посмотрю и вам все скажу, что я тут придумала. Так. Тут мешает. Тоже длинненькая. Так. Ну вот. Смотрите. Значит. Вот это вот, что мы хотели вершиной. Точно не будет. Потому что очень она толстая. Тут у нас вообще получилось очень толстое все вот это вот. Поэтому надо от этого уходить. Потому что здесь у нас тоньше. Чем вот тут вот. Во все стороны выросли ветви. И они утолщили здесь прям такой толстый узел. Поэтому мы убираем вот эту. Очень где-то здесь сильно. Вот так примерно. И возможно даже... Сейчас мы ее удалим. И будет видно тогда лучше. Пока что вот так с пенечком. Тут вариантов вершины новой довольно много. Может быть вот эта. Но довольно тоже толстенькая. Не хотелось бы ее. Хотелось бы сейчас все толстые удалить. Чтобы ослабить эту часть здесь. И у нас не нарастало еще толще здесь. Потому что нам надо утолщать вот это. Вот это вот пониже. Вот. Поэтому или эта вершина. Или вот тут вот целый прям вот детский сад. Вот их много. Три хорошие уже. То есть что-то из этого будет расти. Расти. Так. Поэтому. И очень толстая вот эта ветвь. Это конечно мне не нравится. Потому что она по толщине. Эта ветвь такая же как у нас тут ствол. Это нехорошо. От нее надо уходить. Ее надо заменять. Поэтому возможно вот из этих. Из этих трех маленьких. Потом вот тут вот. Вот тут маленькая. Мы из них сделаем какую-то боковую ветвь. А вот от этой сильной будем уходить. Тем более эта сильная ветвь. Она идет ну прям параллельно над нижней. Что тоже нехорошо. Хотелось бы их немного в стороны развести. Поэтому сейчас что? Сейчас мы убрали вот это сильное. Эти маленькие. Вот эти три, четыре даже в сторону. Начнут расти. Мы из них сможем выбрать кто идет в сторону. Кто идет вершиной. Кто возможно пойдет вместо этой боковой ветви. Как-то еще в другую сторону. Так. Так. Сейчас. Ну лицо у него точно вот это будет. Что вы сейчас видите. Поэтому эта ветвь смотрящая сюда. Если она не вершина. Вершина она не будет. Потому что у нас тут изгиб сильный. Ее надо опять же изгибать. У нас получится. Ну один изгиб такой еще ладно. Он как бы будет толще. Со временем будет более-менее. Имеет право быть. Но два подряд это точно не будет. Так что вершиной она не будет. Ветвью, например, ее сделать. Ветвью вместо вот этой. Было бы можно, если бы она не смотрела нам в лицо. То есть было бы можно, потому что мы это убираем. Эта ветвь у нас не будет над нижней. Она будет как бы хорошо. Мы ее увели в сторону. Но она смотрит нам в лицо. Поэтому эту мы удаляем точно. И вот это вот выращиваем эти веточки. И из них потом будем формировать новую вершину и новые в стороны какие-то ветви. Возможно, чтобы уйти еще и от этой. Поэтому вот так. К тому же это такая вот, вот эту, что сейчас срезала, тоже очень сильная. И она тоже растет и утолщает вот этот вот узел. Что нам сейчас совсем тут не нужно. Так, здесь тоже. У этой очень сильной ветви мы сокращаем все, что можно. Прям очень сильно. Удаляем. Вниз смотрит тоже. Убираем. Чтоб она перестала расти. И тем самым вот тут нам все это еще больше утолщать. У нас вот здесь хорошие две ветви. Вот одна из них будет возможно... Ну, одна, да. Одна из них будет точно не нужна. Так как они рядышком растут. Это растет в лицо. Это растет чуть в сторону. Но пока что они будут расти. Потому что они как раз вот на вот этом вот перешейке нашем таком. Самом тонком. И нам надо тут увеличить толщину. Чтобы уйти от вот этой обратной конусности, которая здесь уже почти сформировалась. Поэтому эти ветви, вот это, вот это вот в лицо, они сейчас остаются. Вот. Возможно, кто-то из них даже и будет потом оставлен. И вот тут вот выращиваем вот это все. Сейчас я уберу тут пенек, насколько можно убрать. И будем смотреть, будем наблюдать. Если бы где-то на этом вот перешейке, где-то бы здесь пробудилась почечка. И мы бы ее взяли за вершину. Еще лучше, если бы она пробудилась где-нибудь вот в этой нашей выемке. Это было бы прекрасно. Где-то вот тут вот. И мы бы взяли это за вершину, удалив все вот это. Это было бы хорошо. Но будем смотреть, что будет. Сейчас не такая сильная волна роста. Поэтому надежды на это сейчас нет в конце лета. Во второй половине лета, скажем так. Но будем смотреть, что будет дальше. Все, все, больше тут сократить нечего, чтобы еще больше ослабить эту часть и поддержать наши новенькие. Тут мы поработали. Они, наконец, будут нормально видеть свет. Перестанут быть вот такими странными. Я его тоже пересажу из этой плошечки. Хотелось бы ему дать что-то побольше. Потому что если мы дадим сейчас побольше еще размер, он будет лучше наращивать толщину. И вот это вот все у нас будет сглаживаться. Все наши такие изгибы не очень хорошие. Но тем не менее. Все, все. На данный момент все. Так что теперь в ближайшее время они пойдут на пересадку. Этот, этот и этот. Вот эти три. А астролистный не будет, так как он весной пересаживался. Ему не надо. Вы это видели даже. Все. На данный момент все. Вот такие они у нас. Кто-то посимпатичней. Кто-то не такой симпатичный. Еще нет его формы. Тут как бы видна уже форма. Мы ее просто к ней стремимся, поддерживаем. И чуть-чуть улучшаем там низ еще как-то. А вот эти три остальные, да, пока еще находят свою форму, свой внешний вид. Чтобы потом мы это как-то ему вырастили, помогли, поддержали. И будут со временем хорошие клёны. Все. Подписывайтесь на канал. Увидите продолжение. Удачи! Удачи! Продолжение следует...